В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Вакцинация будет добровольной. Клиническая больница номер 50 ждет поступления 3,5 тысяч доз вакцины. Теперь не заблудится. Добровольцы поисково-спасательной группы волонтеров Саров установили ориентированный суд. Пост охраны фауны и флоры. Театр Моды Русь стал победителем творческих конкурсов. Далее расскажем обо всем подробно. До Нового года чуть больше двух недель, а мировое сообщество уже начинает готовиться к праздникам и вводит новые ограничения. Так власти Англии разрешают жителям страны в дни Рождества собираться дома трем семьям. В Турции с 31 декабря по 4 января введут круглосуточный комендантский час. В Нидерландах локдаун продлится с 15 декабря до 19 января. Голландцев призвали не выходить из дома без необходимости и не принимать у себя гостей. В России пока не планируют вводить жесткие карантины на новогодние праздники. Между тем, по результатам исследований доказано, что каждый пятый из новых пациентов с COVID-19 переносит заболевание бессимптомно. Выявить таких россиян удалось благодаря масштабному тестированию на коронавирус на территории всей страны. Положительный результат теста на коронавирусную инфекцию с начала 2020 года получили 2 миллиона 700 тысяч жителей страны. За последние сутки статистику пополнили еще 26 689 случаев COVID-19. В Нижегородской области зарегистрировали 493 зараженных. В Сарове тест на коронавирус оказался положительным еще 168 человек. В ближайшие дни в Саров поступят несколько тысяч доз вакцины от коронавируса. В клинической больнице подготовили оборудование к приему лекарства, так как оно требует особых условий хранения. Прививать горожан будут в добровольном порядке. Подробности смотрите в следующем репортаже. 3,5 тысячи доз вакцины от коронавируса заказала клиническая больница номер 50. В Нижегородскую область вакцина уже поступила по линии Минздрава. КБ-50 снабжается за счет ФМБА. Медики ожидают получить лекарство в ближайшее время. Точная дата пока неизвестна. Прививать будут сыровчан от 18 до 60 лет. В первую очередь медиков, сотрудников образовательной и социальной служб, работников некоторых городских предприятий. Мы готовы для ее получения. На сегодняшний день у нас имеются специальные морозильные камеры, потому что она хранится при температуре минус 18 градусов. То есть выше нам нельзя ее хранить. Вакцину нужно размораживать при комнатной температуре в течение 30 минут. Ее нужно уже ввести. Дольше ее хранить нельзя. Повторно замораживать ее тоже нельзя. Прививать будут ГАМ-КОВИД-ВАК. Это тот самый спутник ВИ. Двухкомпонентная векторная вакцина против COVID-19. Ее разработали в институте имени Гамалеи. В составе вакцины нет коронавируса. Она содержит рекомбинантные частицы аденовируса человека, в которых есть лишь белок оболочки коронавируса, в отношении которого вырабатываются антитела. Вакцинация добровольная. Обязательно за день до прививки пациента направят на медосмотр. Вначале вводят один компонент. Через 21 день повторно вводят второй компонент. И уже дальше через 2-3 недели появляются антитела. По наблюдениям медиков, у тех, кто переболел коронавирусом в легкой форме, иммунитет сохраняется в течение трех месяцев. У тех, кто перенесли болезнь в средней или тяжелой форме, антитела в организме сохраняются на более длительный срок. Мы брали на исследование кровь у лиц, которые в апреле переболели на такой средне-тяжелой форме. У них до сих пор в достаточном количестве антитела G. Пока в Саров не привезли вакцину от коронавируса, медицинские работники рекомендуют делать прививки от гриппа. При этом у человека вырабатывается перекрестный иммунитет. Шансы заболеть коронавирусом снижаются, либо он переносит коронавирус в легкой форме. Сотрудники Департамента городского хозяйства измерили толщину льда на водоемах Сарова. Так, на пруду Боровом вода промерзла на 30 сантиметров, на реке Сатис на 31, на реке Саровке на 5. Специалисты напоминают, что выезжать на лед на автомобилях, квадроциклах или любых других механических транспортных средствах запрещено. Нарушителям придется заплатить штраф до 5000 рублей. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Оплачивать госпошлины через портал государственных услуг со скидкой в 30% можно будет еще два года. Госдума приняла в третьем чтении поправки в налоговый кодекс, который продлевает эту меру до 1 января 2023 года. Госавтоинспекция предупреждает нижегородцев об осложнении дорожной обстановки. В ближайшее время в районе ухудшатся погодные условия. Возможно ледяной дождь и мокрый снег, что приведет к наледе на дорогах. Пешеходам также необходимо быть предельно внимательными при приходе к проезжей части. В темное время суток обязательно нужно использовать световозвращающие элементы. Выйти из леса теперь можно по специальным стрелкам. Добровольцы поисково-спасательного отряда «Волонтер Саров» установили их в местах, где люди чаще всего теряют ориентацию и блуждают по лесу. На информационных плакатах указаны номера телефонов спасательных служб и направления движения до ближайших домов. Через несколько минут добровольцы из поисково-спасательного отряда «Волонтер Саров» рассядутся по машинам и выйдут в сторону деревни Триавражка. Каким-то непостижимым образом окрестности заброшенного села притягивают потеряшек со всей округи. Рандовую с незнакомым лесом, особенно для пожилых людей, может закончиться печально. Чтобы этого не происходило, волонтеры решили установить на деревьях сеть ориентиров. Проект называется «Стрелки» и уже успел отлично себя зарекомендовать в разных регионах страны. «Стрелка» — это вот такой металлический лист с обозначением 112. То есть если вы звоните 112, если у вас есть при себе телефон, и говорите вот этот номер, написанный на стрелке, по координатам вам тут же выезжает поисковая группа и вас эвакуируют с этой точки. То есть никуда не надо уходить, ничего не надо искать, просто позвонили к вам, приехали, вас забрали. Отъехав на 2,5 километра от Аламасова, делаем первую остановку. Вроде и близко, но понять, где люди, уже невозможно. Пора ставить первый указатель. Волонтеры пишут на табличке название населенного пункта, указывают расстояние и, разместив в правильном направлении, приколачивают к дереву. Под знаком приматывают скотчем памятку для тех, кто потерялся в лесу. И это еще не все. Теперь стрелку нужно зарегистрировать. С помощью навигатора и компаса волонтеры определяют точные координаты. Чуть позже их внесут в единую базу данных. Добровольцы надеются, что в будущем их усилия принесут плоды и выходить на поиски придется реже. А пока каждый человек на счету. И волонтеры с радостью готовы принять свои ряды новобранцев. В первую очередь нам, конечно же, требуются поисковики, потому что это достаточно сложно ходить по лесу. Нужна все-таки физическая подготовка плюс свободное время. Но также нам требуются картографы. Это люди, которые находятся дома и готовят комплект карт для поисковиков, которые отправляются на поиск. Это информационные координаторы. Это люди, которые принимают заявки, собирают информацию. Вообще направлений очень много в отряде. В каждом мы готовы обучить. Вся актуальная информация о поисково-спасательном отряде «Волонтер Саров» опубликована ВКонтакте. Там же можно пообщаться с руководителями и оставить вступительную заявку. Юные дизайнеры и рукодельницы из детского театра «Моды Русь» Центра внешкольной работы стали призерами сразу нескольких конкурсов. На творческих фестивалях они представили новую фантазийную коллекцию пост охраны фауны и флоры. Конкурсы проходили дистанционно. Жюри оценивали мастерство соровчанок по видеороликам. Нашей съемочной группе удалось посмотреть коллекцию вживую. Короткое лето и суровая зима, где главенствуют серые и белые оттенки. Наверное, природа северного полушария подтолкнула мастериц из театра «Моды Русь» обратить внимание на наряды африканских племен. Мотивы одежды, если можно так ее назвать, начинающие дизайнеры положили в основу новой коллекции пост охраны флоры и фауны. Для создания коллекции мы усложняли конструкцию какими-то линиями. Если посмотреть костюм, можно обратить внимание, что рельеф в виде ромба, в виде треугольника. Вот этим мы усложняли. Черные колготки и водолазки – это оттенок кожи коренных жителей Африки. В костюме много ярких деталей. Для их создания девочки использовали разный материал – фомиоран, перья, катушки, цветные нитки. Каждый наряд особенный. Не оставили без внимания и обувь. Она такая же яркая и эффектная. Создание обуви мы более пристальным вниманием к ней уделили, потому что тоже на этой жюри смотрят на все-все-все элементы, не только головной бор. Обувь – это важно, чтобы ее проиграть, чтобы она была единым целым вместе с костюмом. Именно образ был цельный. Отдельного внимания заслуживают головные уборы. А с первого взгляда сложно понять, из чего они сделаны. Торчащие во все стороны пружинки – это имитация кучерявых волос африканцев. Металлические элементы обмотали джутом и закрепили на специальной шапочке, тоже из распущенных прядей джута. Не забыли мастерицы и про тренд этого года – защитные маски. В общем, при создании костюмов девочки дали волю своей фантазии и удачно воплотили ее в жизнь. Рисовали картинки на бумаге, смотрели разные видео, фотографии. Потом зарисовывали, что нам понравилось, и рисовывался этот костюм. На шестом российском фестивале народного творчества «Нижегородская ярмарка» коллекция постохраны фауны и флоры принесла театру моды «Русь» диплом лауреата второй степени. Первое место фантазийные костюмы саровчанок заняли на международном конкурсе театрального творчества «Золото кулис». Девочки уже приступили к созданию следующей коллекции, которую они делают по мотивам русского народного костюма. Обещали снова удивить свои мастерства. Воспитанница музыкальной школы Екатерина Староверова стала победителем международного фестиваля «Москва встречает друзей». Это масштабный проект благотворительного фонда Владимира Спивакова. Саровчане впервые принимали в нем участие. Своими впечатлениями она вместе с преподавателем поделилась с нашей съемочной группой. Саксофон – символ эпохи джаза. Его голос называют бархатным, чарующим, магическим. Екатерина Староверова впервые взяла в руки этот музыкальный инструмент в 8 лет и не расстается с ним по сей день. С теплотой в голосе сейчас вспоминает она свою первую сыгранную мелодию «Розовую пантеру». Изначально я собиралась идти на флейту, но меня отправили к учителю, который преподает саксофон, Синицкому Игорю Александровичу. Мне очень понравилось, как он играет на данном инструменте и решила, что после блокфлейта я буду заниматься именно на саксофоне. Играю я классические произведения, мелодичные, иногда с быстрыми частями. Екатерина побеждала в международных и всероссийских конкурсах, однако на московской площадке играла впервые. Как призер фестиваля «Москва встречает друзей» она выступила в картинной галерее народного художника СССР Александра Шилова. Вообще там не было даже зрителей, поскольку у нас сейчас пандемия, это было не так уж страшно, просто напротив камеры играть. Но так, все равно волнения никакое-то было, все-таки в Москве играю. Екатерина – академический саксофонист, играет преимущественно классику. На фестивале выступила с произведением композитора Ганса Хьюмана «Славянская фантазия». Она привлекла саксофонистку своей мелодичностью, а также быстрыми частями, которые позволили показать жюри более сложные приемы игры. Готовиться к выступлению в период пандемии было непросто. Когда человек уже достаточно взрослый, по-взрослому играет и достаточно профессионально, необходимо тесное сотрудничество, достаточно плотное такое. Потому что телефоны, все эти камеры, они не передают того, что передает вот акустика, допустим, вот этого зала. Вот, и нужен непосредственный контакт учителя и ученика. И времени на подготовку оказалось совсем немного. В следующем году Екатерина завершит обучение в классе саксофона. На выпускном концерте она готовится сыграть уже полюбившуюся мелодию Ганса Хьюмана «Славянская фантазия». Всего пара ложек меда в день укрепят ваш иммунитет и наполнят жизненной энергией. Впрочем, мед меду рознь. Полезен только натуральный, без химических усилителей вкуса и консерваторов. Найти такой можно у настоящих пчеловодов, которые собирают мед на собственных пасеках. В Сарове натуральный мед свежего урожая представлен на ярмарке в Ледовом дворце. Мед со своей пасеки – это гарантия его высокого качества. Виктор Доценко – пчеловод в четвертом поколении. Многие годы они собирают мед на просторах страны и предлагают покупателям множество его сортов. У нас более 20 сортов меда. Начиная с Краснодарского края, акация, каштан. И к северу Волгоградской области. И к там клеверу, черноклен и так далее. В Саров на медовую ярмарку пчеловоды привезли мед свежего урожая. Каждого покупателя они готовы проконсультировать и помочь определиться с выбором. Конечно, полезен любой мед, если он натуральный. Всего пара ложек лакомства каждый день укрепят иммунитет и наполнят жизненной энергией. Но в зависимости от потребностей можно подобрать сорт меда, который поможет скорректировать проблемы со здоровьем. У каждого сорта меда есть немножко направленность, либо что-то для сердца, либо кровообращение, либо идет для суставов, простудные липы, для простудных заболеваний, с прополисом. Мед – природный антиоксидант и помогает организму справиться с вредными микробами и бактериями. Это как нельзя актуально сейчас, в период разгула вирусов. Некоторые сорта меда, например, мед акации, считаются гипоаллергенными и подходят для детей, а также для диабетиков. Кроме того, на медовой ярмарке можно найти и продукты пчеловодства – прополис, пыльцу, пергу. Также в продаже – чайные сборы алтайских трав. На покупку трех килограммов меда действуют акционные цены. Всю выбранную продукцию пчеловоды Доценко готовы доставить вам домой. По телефону люди заказывают, бабушки, дедушки, пожилые, которым сейчас проблемно куда-то ходить, либо просто по морозу неохота ходить. То есть мы производим доставочку. Заказать доставку можно по телефону 8 927 503 1447. Медовая ярмарка будет работать в Сарове до пятницы, 18 декабря включительно. Вас ждут в Ледовом дворце с 10 до 19 часов. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин